Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класса автора Мерзляк-Полонский и Кир под номером 1218. Существуют ли 1005 натуральных чисел, не обязательно разных, сумма которых равна их произведению? Итак, если у нас есть два числа, например, и нам нужно найти такие числа, чтобы их сумма была равна их произведению. Вот если их два числа, то есть мы думаем, подбираем, и поскольку у нас это будут натуральные числа, то наименьшее натуральное число это 1. Но сумма, если у нас все числа единички, то сумма 1005 единичек будет всего лишь 1005. Итак, наименьшее значение, значение суммы 1005 натуральных чисел равно Итак, у нас с вами 1005 слагаемых. Каждая из них наименьшая, это единичка. Значит, оно будет равно 1005. Ну, произведение, это если все слагаемые равны одному. Но их произведение равно одному, то есть уже не выполняется условие. Значит, если это задание выполнено, то тогда хотя бы одно из этих слагаемых должно быть не единичка. Но в таком случае, если, например, у нас с вами 1004 слагаемых единички, а одно слагаемое не единичка, то все равно сумма будет больше, чем 1005. И давайте мы с вами посмотрим, если произведение будет больше. И 1005 мы умножим на 2. Получим 2010. Итак, как нам получить 2010? Для этого нам нужно, чтобы все слагаемые были единички, одно слагаемое было двойка, и одно слагаемое было 1005. То есть, если у нас 1003 слагаемых, если 1003 слагаемые равны 1, 1 слагаемое, 2, и одно слагаемое 3, и одно слагаемое 1005. то, что мы получим, то у нас получится сумма 1003 слагаемых, это 1003, плюс одно слагаемое 2, это 1005, и последнее слагаемое это будет 1005. 1005 плюс 1005, это будет 2010. Если мы все единички перемножим, это будет 1, умножим на 2, и умножим на 1005, получится тоже 2010. то сумма 1003 слагаемых, что равны 1, что равны 1, и слагаемого 2, и слагаемого 2 равна 1 тысячи 5, а вся сумма равна 2010. Как и произведение этих слагаемых. Этих же натуральных чисел. То есть, что у нас получится? У нас получится сумма 1 плюс 1 и так далее. И таких слагаемых у нас будет с вами 1003. Но чтобы получилось 2010 произведение, нужно, чтобы было два слагаемых 1005. Чтобы из 1003 нужно добавить 2, тогда получится 1005. И последнее слагаемое, 1005, будет 1005. Это то же самое, что 1. Умножаем на их количество, на 1003. Умножаем на 2. И умножаем на 1005. Итак, мы нашли с вами такие числа. Поскольку нас не спрашивают, сколько таких вариантов, а спрашивают только, существуют ли такие натуральные числа, то мы с вами больше находить такие числа не будем. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях. Спасибо. Спасибо.